Всем привет, ребята, меня зовут Джон Дом, мы продолжаем проходить Wolfenstein The New Order. В общем, давненько не было уже видео, я считаю, что пора бы это прохождение уже заканчивать, поэтому я достаточно много постараюсь внимания уделить этой игре на этой неделе. Думаю, к концу, там, не знаю, в субботе, в воскресенье мы уже его закончим, потому что осталось буквально три главы, я не знаю, что я так долго растягиваю, потому что сейчас очень много времени уходит на Metal Gear, Resident Evil и так далее, поэтому я думаю, чтобы мне попроще было, лучше его закончить побыстрее, но это не значит, что он будет некачественным, и, собственно, мы все найдем. Мы найдем все, помните, мы играем на Uber, собираем все плюхи и играем на геймпадике, чтобы было еще сложнее. В общем, поехали в тихонечку. Так, давайте начнем, что надо сделать, надо что-нибудь посерьезнее. Вот эта тема, да. Дневник Рамоны, так. 12 июля 1955 года, оказывается, Нансисрос – борщивый жених. Я узнал об этом, когда мы сидели на лужке на одеяле для пикников. Он сказал, что поцелует меня, если я перекрашиваю блондинку. Меня чуть не стошнило, но пока я улыбалась и не показывала ненависть, меня никто не заподозрит. Я вот ничего не заподозрил. Выпил всю бутылку вина, напичкался снофорным, а я его потом стащил в неглубокую могилу. Так, ребят, я не могу сбивать, потому что она читает одновременно, и я пытаюсь тоже читать, и, собственно, это все сложновато, потому что процесс происходит. Вот еще один интересный момент, хотел вам рассказать, ребят, что-то в последнее время очень большое внимание приковано к финалу Fallout New Vegas. В общем, выслушивались там просто таких невероятных оскорблений. Я не знаю, с чем вдруг все это все связано. То есть, как бы, ну, особо просмотры, допустим, предыдущих частей Fallout New Vegas не особо растут, да? Но вот у финала там уже, по-моему, более 22 тысяч, причем там, ну, дизлайков приличное количество уже, то есть, и народ там тоже, у народа бомбится страшной силой. Я не знаю, что произошло, кто сказал об этом прохождении, почему вдруг так все внезапно налетели. Ну, в общем, короче, там налетает куча малолетних идиотов, которые, ну, пишут всякую срань, да, строят из себя гениальных умников. И самое забавное, это что они боятся последствий. То есть, сейчас, секундочку. Потому что все эти малолетние идиоты, они любят отключать ответы на комментарии. То есть, они написали какую-нибудь, кажется, отключили комментарии на свои высказывания, да? И живут спокойно. На самом деле, достаточно идиотская функция на YouTube сделали, то есть, отключение комментариев для, с одной стороны, как бы для партнеров, да, допустим, и для авторов каналов очень даже важная штука, потому что... Ну, обычно отключают, чтобы там просто не писали всякую херню хейтеры, да, назовем это так. Но, чтобы позволять отключать обычному пользователю, я думаю, это глупость. Потому что обычные пользователи любят творить херню. О, там какая-то плюха, смотрите. Фрагмент ментеорита. Сейчас, сколько чего у нас там вообще надо? Так, еще одно золото, три энигмы. Улучшение здоровья, улучшение брони. Еще так прилично собирать. Вот. Короче, весело в последнее время на канале. Много всякого дерьма происходит. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Да что такое? Почему я упал? Блин, давайте еще раз. Что-то я еще не могу нифига понять. В смысле, что это было? Почему я свалился? Что-то меня прям потянуло туда вниз. Это все очень прискорбно. Сейчас вот будет момент, который мне не очень нравится в этой игре. Это когда я вернусь на землю. То есть там вообще будет задница, потому что я вспомню, там я столько страдал. Там на клаве мыши я страдал. Что-то будет с геймпадиками, я даже не представляю. Это еще нет. Так, сейчас еще один, да, вижу. И еще одна хорошая новость, связанная с Metal Gear, даже две хорошие новости. Начнем, наверное, с первой. То, что Ground Zeroes и... Сейчас. Phantom Pain все-таки выходит на ПК в Steam, то есть уже есть страница, созданная в Steam. Ничего предзаказать пока нельзя. То есть дата выхода неизвестна. И как бы даже не там, ну там вообще-то есть даже цены нет. Пока что она нет, поэтому она так чисто, страница существует, а ничего с ней сделать нельзя. Так, хорошо, вот сейчас она будет подпрыгнуть и перелезеть, давай. Вот, а вторая новость. Наконец-таки вышел рабочий, ну, хороший эмулятор Dolphin. Dolphin называется, эмулятор GameCube AV. И, наконец-таки, он начал нормально эмулировать Metal Gear The Twin Snakes. Я уже почти прошел его. То есть, ну, решил, потому что я никогда раньше в него не играл, потому что, ну, как бы, эмулятор нормально не работает. Постоянно были какие-то фрезы, то есть это было невозможно. А сейчас даже, в принципе, с фрапсом, с полной нагрузкой он летает. Конечно, там присутствуют небольшие проблемы. Они связаны с тем, что там плохо отображается снег. То есть, я не знаю, почему эта херня происходит, но там... Короче... Со снегом какая-то беда. Я уже что-то не пробовал, не получается этого избавиться. Но там, в принципе, моментов, где мы на улице находимся достаточно мало. Поэтому, я думаю, будет не особо проблемой. И, опять же, конечно, проблема, знаете, в чем связана с очками ночного видения, там, с термальными очками и так далее. То есть, такая же хрень, как... Скажите, я вам скажу, в Metal Gear Solid 3. Я вспомню этот момент. Валерий. 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 Он тоже додумался, блин, в центре задания вырезать от рядастию кусок кожи, чтобы истечь кровью, походу. Ну да ладно, просто давайте спишем это все на то, что Блажкович просто очень крут. Так вот, я рассказываю про Metal Gear The Twin Snakes, я хотел рассказать вам следующее, то что, да, ребят, прохождение будет теперь на канале, сейчас только ее пройду, проверю, что ее точно можно пройти до конца, то есть еще никаких косяков не будет возникать при прохождении, вот. Так, тихонько. А там у нас этот, да, робот. Нужно быть поаккуратнее, кстати, тут еще два офицера, поэтому нужно будет сейчас и грохнуть, ребят, чтобы узнать, где находятся коды и энигмы. Блин. Могу я здесь нормально пройти или нет? Смогу. Так, ну вот, как он стоит, там и не двигается. Сейчас, по идее, будет первый офицер, правильно? Так, там просто солдат. Подожди-ка. А что у нас тут? Это солдат, он там ходит наверху, можно его сейчас, в принципе, сразу вырубить. Вот это я косячу, ребят. Черт, это плохо. Так, стоять, стоять, стоять. Черт, закончилось все говно. Так, а чего мне их убивать-то? Ну, давайте с этой херни тогда. Так. Следующий. Ну, давай, поднимись. Ага. Ёброса-то. О, ёброса-то. Это все печально, ребята. Черт, ладно, давайте еще раз, потому что я что-то, блин, хреново начал. Давиденько, я никогда практики не было. Что-то я разучился чуть-чуть играть даже. Ну, сколько, 10 дней я не писал, получается, да? И в шутеры, на геймпадах не играл все это время, поэтому, соответственно... Косячу, ребята. Давайте еще раз. Давай, раз нужно сделать все грамотно. Ну, теперь мы, в принципе, знаем, что делать. Поэтому, я думаю, это много времени не займет. Сбоку обходим. Достаем все-таки, наверное, пистолет с глушителем, потому что сейчас нужно будет сразу же завалить дух офицеров, чтобы, ну, не было подкрепления, не смогли они вызвать. Что у нас там? Нож. Я думал, золото. Я разочарован, честно признаюсь. Так, что у нас здесь? Вон там солдат. Где офицеры-то все? Прикарту, давай посмотрим. Я вижу одного. Вижу, вижу, вижу. Черт, надо прицелиться нормально. Так, хорошо. Что у нас здесь есть? Дальше будет плюха и еще один где-то здесь должен быть. Офицеришка. Вот тут. Прямо надо мной получается. Угу. Сейчас мы его грохнем. Вот, я вижу его уже. Ну, давай, покажи свой угол. Так, тихонечко. Ай. Это было неприятно, как минимум. Черт, да что такое? Черт, это жесть какая-то, ребята. Подожди, что-то, нифига понять не могу. Черт, я косячу. Они просто кидают. Вы понимаете, что мне не нравится в этой миссии? То, что здесь все оружие на батареях. Получается, они кидают гранату. Эйми. И все, я не могу уже стрелять. Вот в чем вся проблема, ребята. Это включается. Блин, капец какой-то. В спину ножом. Так, теперь давайте думать. Сейчас шанса двух офицеров, а потом потихоньку этих будем снимать. Я думаю, у нас все получится. Я на это надеюсь. Так, офицеры. Один прямо надо мной, другой слева наверху. Вот он идет. Так, где у нас все плюхи? Плюха будет потом наверху. Хорошо, сейчас мы здесь поднимемся. Это нам не нужно. Подожди-ка, подожди-ка. То есть, это нужно здесь подняться. Пока мы пойдем дальше, посмотрим, там есть что-нибудь, нету. Ну что, еще кто-нибудь есть? Ну, вроде тихо, ребята. Ёп, нет, не тихо, нифига. Опа-на. Это тоже печально. Так, а, кстати, я там был. Я пропустил там плюху. Хорошо. Плохо. Сейчас что мы делаем? Сейчас мы этого завалим по-быстрому, я думаю. Управимся же, да, я думаю. Ох, тут с одного выстрела. Красота просто. Где-то здесь, правильно? Да-да-да. Кода-енигмы, да. Так, сколько у нас там их? Еще два кода. Но я думаю, это все последние плюхи, они уже на карте у меня есть, поэтому... Все должно пройти... Очень хорошо. Так, погнали. К лифту. Стоять, подожди. Вот, отлично. Сейчас, я что бы она не читала. 24 декабря 1956 года. Мои сеансы разбиты. Друзья, которых я знал всю жизнь, стали нацистами. Мама с папой этому отнюдь не радуют, но они не сопротивляются. Я надеваю фальшивую улыбку, ловлю себя на том, что начинаю презирать собственных родителями 33. Я совсем одна. Кстати, я не зарядил свою эту. Опа-на. Это все очень прискорбно. Это же не это? Это не тревога? Или тревога? Нет, это была не тревога, ребята. Вот ее уже... Заочковал. Теперь смотрим, ну-ка. Справа. Ух ты, еб. Как-то я тебя не заметил сразу. Где-то здесь. А вот тут. Да блин, патроны закончились. Да что ж такое? Ой, что-то я вообще косячу, ребята. Не могу собраться. Ага. Заряда вообще нет. Так, теперь у нас... Ну, есть пять выстрелов. Думаю, хватит. По части той плюхи. Подожди-ка. Ну, вот смотрите. Вот здесь как бы это, да? И она где-то здесь. Она, видимо, либо выше, либо ниже. Я ни пугай, ни понять не могу. И она просто вот на этой херени. А, вот она. Так, хорошо. Теперь, получается, нам нужно наверх. Двигаем. Двигаем. Так, хорошо. У нас есть еще один эскиз. Нужно где-то либо ему пропустить, либо он должен потом появиться. Так, улучшение здоровья, улучшение брони. Одно золото. Энигма. И две записи. Так, давайте думать. Что у нас имеется здесь? Здесь пусто. Нам просто нужно вправо. Налево, точнее. Ну, тут вроде как пусто. Никого вообще нет. Подожди, так, налево вот сюда. Так, тут тоже ничего. Нужно найти эти нуклеарные декрептические кисти. Открытие этого спея, Рок. Так, смотрим. Получается, там вот внизу сразу две плюхи. Сейчас давайте сразу их заберем, чтобы... Никаких проблем у нас не возникло. Подожди. Опа-на. Это как понимать? Это нажать надо, да? И что будет? Давайте посмотрим. Подожди, я не понимаю. Вот смотрите. Круглый стол. Вот это все здесь и есть. В чем, собственно, проблема? На круглом столе что-то есть. Вот, я вижу коды Энигмы. И вот тут сбоку еще какая-то херня должна быть. Вот тут наверх и слева. Или справа, хрен. Вот здесь, смотрите, да. Слева, да. Что-то я уже путаю, где право, где лево. Это я еще просто не проснулся, ребят. Хорошо. Есть. Осталось одно золото. Коды Энигмы все собрали. Ну, там дальше что-то будет. Либо золото, либо я не знаю. Так, сейчас. 6 мая 57-го года. Должно сражаться. Но с кем теперь сражаться? Теперь все вокруг нацисты. Или притворяются нацистами. Теперь уже не поймешь. Так, подожди-ка. Сейчас мы выйдем и там окажемся, да? Где-то здесь же? Подожди-ка, подожди-ка. Возможно, я пропустил это уже. Или это будет потом. Нет, это будет дальше. Так, где моя радость? Да, полчаса в конце. Точно ничего здесь не пропущу. Давайте посмотрим. Потому что здесь еще должно, по идее, быть броня. Алгуст 28-го года. Сейчас. Сейчас в две недели в лечебницу приходят люди черепа. Загадают люди, за которыми я ухаживала годами. Я отложу глаза. Я их ненавижу. Я себя ненавижу за то, что я сделал. Сдаюсь. Сдалась. Но я больше не могу сажаться одна. Я смотрю за мужчиной со шрамами. Шепчу ему на ухо. Иногда вижу, что он чуть-чуть реагирует. Интересно. А он меня видит. Я не дам его забрать. Это тот самый мужчина в шрамах, походу, делал я. Ух ты, привет. По сторонам надо смотреть, придурок. Так, справа. Тебя что-то я не заметил. Сливаешься с фоном. Это интересный, конечно, поворот. А, вот. Да, все золото, все собрали. Только один эскиз пропустили. И одно улучшение в броне. Ну, это в другом сценарии, по-моему, только появится. Ну, все, пошли. А, это еще не все, по-моему. А может и все. Да, это будет весело. А, не нормально все будет. Так, выход, дайте мне выйти. Подожди. Наверху. Подожди, что-то я не могу въехать. Ой, туплю страшно сегодня. Давайте посмотрим. У нас есть. Может, это можно разрезать просто-напросто, да и все. Или просто подойти, что-то там будет. И вот здесь выйти. Нет, так не получится. А, тьфу ты. Ребята, это уже не лечится. Так, все, закончились боеприпасы. Тут есть еще что-нибудь? Да, тут есть немножечко. Все. Ну-ка. А, нам нужно аж туда вернуться. Хорошо, пошли. Да, надо зарядиться для начала. Кричит, я уже дико соскучился по этой игре, честно вам скажу. Сейчас играю, получаю такое удовольствие. Я очень хочу, чтобы вышло дополнение хотя бы, ребят, для этой игры. Потому что там, ну, я не буду споделить для тех, кто не знает. Для тех, кто сам не любит такие игры играть. Любит больше смотреть, поэтому я не скажу. Я... Ну, я надеюсь, что будет дополнение в конце. Ну, не в конце смысле. Ну, там через месяц, там даже через полгода пускай. Что-то просто... Этого слишком мало, на самом деле, что-то наиграться. Давай, поднимай голову. А мы здесь были, да, это самое начало, ребят. Тихонько. Ну, а закончилось. Да что ж такое-то, а? Тут живучая мразь. Что-то у меня все закончилось, а-ля. Подожди-ка, подожди-ка. А еще и мы сюда, например. А, хрен. Что, ножом предлагаете его угостить? Они нормальные, так справились. Все, полетели на землю. А, вот, да, последний эскиз ангар. Получается, что он здесь остался? Только улучшение брони. Но это уже... Не в этом сценарии. А где вход-то? Ёп. Ёп, просто ты, понятно. Могли бы сразу предупредить, что ли? Что... Тихо. Что не все так просто? О, сразу. Нет, еще один там есть. Да, хорошо. Аптечка. Нужно где-то зарядить внутренний эдулет. Здорово. Где он? Вижу. Черт, не получилось. Черт, блин. Утого сразу с первого раза я завалил. Я не знаю, в чем там, собственно, отличие. Куда стрелять, в какую часть тела. Это странно. По идее, блин. По идее, сразу он должен был погибнуть. Хрен знает. Сначала попробую еще раз. Может, там какие-то есть определенные точки, есть куда стрелять там. Там быстрее будет. Но, судя по всему, так оно и есть. Просто я не знаю, какая именно точка там. Понимаете? Аж отсюда вы что, издеваетесь надо мной? Что они там-то чекпоинт не сделали? Вылази, вылази. Так, ну того я ножом даже могу нахерачить. Я не буду этого делать. Давайте еще раз пробовать. Так, нужно сразу все зарядить, чтобы быть готовым. Вот, вот сейчас смотрите. И вот нифига не получилось. Вот, теперь получилось. А вот теперь нормально. Да, мы видим, нужно, чтобы большая часть этого всего говна попадала в голову. Так, куда направо. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, что у нас вообще надо здесь собрать? Два золота, пять кодов энигмы, один персонаж Так, надо убить сначала офицера А где вы вообще подскажете? А вот лежа Здорово, нормальное, обычное оружие Так, теперь вот это вот Ах, полетели как Красиво Вот это вот место, оно просто адовое, ребят Я не знаю просто как его Просто если я буду там стоять, меня завалят, ребят И так и так То есть получается тема какая То есть они начинают меня окружать Блин, если офицеры только грохнут, там будет проще в принципе Плюс там еще эти турели стоят И тяжело сделать очень, очень тяжело И тут место пройти, и там дальше попроще будет Ну там тоже будет тяжело, но попроще Так, что делаем, ага Так, ждем Что у меня еще в запасе имеется? Пистолет Пистолета нет, да? Или есть? Да блин, да Вот Попасть не могу, ни хрена Одеваем глушитель с глушительным пистолетом По-моему, как я заметил, он носит больше урона, кстати Он с двух выстрелов Плюс он Мертв Че так это просто Ребята, вот сейчас я вам скажу Ребята, вот честно признаюсь Я когда первый раз проходил И второй раз проходил Я здесь застревал Не знаю на сколько часов То есть я тут реально сидел Я подыхал постоянно Я не знаю, что происходит То есть почему так легко удалось пройти И сейчас реально в ахрике Я не знаю, может вы нормально это все проходили Как бы быстро То есть и это Ну вот я Я впервые вот так вот у меня получилось Чтоб все гладко прошло Итак, у нас здесь очередная заметочка Давайте читать ее Самая большая пушка в истории Лондон 15 ноября 1960 года Управление по супероружию Докладывает Наши ученые разработали Крупнейшее оружие в мире В бескрайней космической пустоте Высоко над землей Парит огромное орбитальное зеркало Которое способно Улавливать энергию Самого солнца Это Зонингевер В центре зеркала Установлена Двух с половиной Километровая космическая станция Населенная Нацелена прямо на землю При активации Короче этого самого оружия Фокусирует энергию солнца В смертоносный луч Который способен выжать Челый город Или вскипятить океан С таким оружием Нам не придется рисковать Жизними наших доблестных солдат Мы и так сможем нанести Сушительный удар По анархитеористам Которые рыщут По всем уголкам земли Объяснил нам глава проекта Guns Groups При этом риск гражданских жертв Пенебрежимо мал Мал Спускаемся вниз Так стоп А я собрал оружие хоть А то я сейчас пойду Так пускай пролетает Сейчас он придет Сыновый угостить Так режем Так это ерунда Тихо-тихо-тихо-тихо Аккуратно Теперь дошли до чекпоинта Поэтому ягодички можно разжать Я думал что здесь будет очень сложно Блин я реально в шоке Сейчас нахожусь Я не знаю почему так Черт Это было конечно адски Че такое Че-то быстро я начал подыхать Буквально несколько Пуль получаю И падаю Ладно Сейчас исправим Положение Давай-давай-давай-давай-давай Еще разочек Ну-ка сейчас Так сразу достанем Блин Че за фигня Я сейчас тройчурок начал Выпендриваться В последнее время Правой Которой В газке Которой я целюсь Сука ты посмотри на него Аптечка Все отлично Сейчас тут разберемся Что есть дело Ух ты Нормально Вынес Так Тут есть что-нибудь Хорошо Давайте Я такого не видел Ну Все Понятно У них там планы Наполеонские Че у нас здесь есть Выродки Устроили беспорядки В Лондоне Лондон 15 января 60-го года В свете последних Тревожных происшествий Полиция Лондона Созвала пресс-конференцию Для прояснения ситуации В карантинных кварталах В карантинных кварталах Участились вспышки Насилия Анархического настроения Заявил глава полиции Данца Может выйти из-под контроля Прошлой ночью Сотни выродков Пытались устроить В общественных местах Массовые беспорядки Но полиция усмирила их Применив лондонский монитор Операция завершилась С блистательным успехом Монитор уничтожил всех выродков До одного Не причинить никакого ущерба Дастся добропорядочным гражданам Заявил глава полиции На утреннюю пресс-конференцию Но бой еще не окончен А этих нелюдей Нужно безжалостно давить Так, что у нас здесь? Ничего А вот здесь что-нибудь Подожди-ка Стой-стой-стой-стой А, это с другой стороны подход Хорошо Этим можно было подкастаться сзади Или обойти просто-напросто Что это было? Ага Пусто А мне куда вообще нужно идти? Ну это по идее только для меня Проход Значит здесь скорее всего плюха будет, ребят Я так думаю А что у нас с той стороны? Давайте сейчас посмотрим, что здесь есть Там нож и броня Хорошо, это мы и вернулись Понятно А что вот здесь тогда? Если нам туда А здесь закрыто То есть нам туда и нужно Ну хорошо, пошли Потому что пути, ребят, другие Поэтому я их не узнаю Потому что за этого, как бы, ну Спасая до этого чувака Карифана своего Я прохожу впервые Классно сделали Что на самом деле очень много Мелочей, конечно Но меняется В общем, приятно Приятен такой подход Подожди-ка Нам явно не сюда Значит здесь что-то лежит О нет Вот, сука, живучая Ты посмотри на нее Ну? Следующий Там еще не точно был Вот теперь все По части кода Я уже один пропустил Поэтому не придется В любом случае Перепроходить эту миссию Ребята Но этим я займусь попозже Так, ну там еще что-то Броня И еще спуск вниз Что-то много ходов, ребята А, нет, не так уж и много Это мне показалось Максимум Я что-то нашел Типа мини-ядерный генератор Который заряжает Мою пушку Лазеркрафтер Так, тихонько Только не ложатся Слушайте, быстро Так, здесь будет самолет Сейчас Вертолет Так, ясно Там еще парочка веселых ребят Так, теперь он там летает Да Да блин, да что за фигня Со всех сторон Так, иди к папочке И еще один Или вся Или вся Или вся Черт, сядь В сторону А, типа кислородный баллон Ясно Почему здоровье прибавилось Вот, уже все Почти Вот и все И думаю, ребят На такой ноте Давайте мы и закончим Спасибо, что смотрели Не забывайте ставить Большие пальцы вверх Комментирую Даже подписываться на канал Подписываться на Google Plus И Twitter Там вся информация Касательная канала И даже подписывайтесь на Twitch Как будет время Возможность Буду проводить трансляции И осталось буквально Ребят, пару серий Я думаю, сейчас Наверное, сразу Их запишу И в течение недели Выложу Так что, в общем Будьте активными Чтобы все прошло быстрее Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok